С победой! Добрый вечер! Ребята молодцы! Выполнили установку на игру. Конечно, сегодня было очень важно победить. Большая благодарность команде. Огромная благодарность нашим болельщикам. Мы обязаны были сегодня дома выиграть. В это же время работа продолжается. Нам есть над чем работать. Готовим к следующей игре. С победой два вопроса. Во-первых, какого состояния Игоря Жиганова? И второе, сегодня ЦСКА нанес очень мало бросков в створ ворот. За счет чего там была ли установка действительно не допустить, чтобы было обилие бросков? Контроль шайбы и лучше защита от нападения. Поэтому контрольную шайбу мы наносили много бросков. Где-то мы можем еще острее бросать. Поэтому будем работать. А с Игорем Жигановым все в порядке. Он играл. Все хорошо. Роман Борисович, второй матч подряд пропускаете в самом начале. Есть ли в этом симптоматика? Либо это совпадение? Ну, надо больше, наверное, добавить в концентрации в начале. Поэтому будем работать над тем, чтобы улучшить эти моменты, детали. Это плей-офф. Для нас самая важная следующая игра. Поэтому у нас есть над чем работать. Будем работать. Перевод Бардакова в центр первого. Такое достаточно интересное и продуктивное решение. Чем руководствовались? Искали ключ победы. Искали разные варианты. Я уже говорил, мы постоянно варьируем. У нас нет одинакового подхода. Стараемся менять, быть гибкими. Вариативность тактики. Поэтому мы не исключаем и других изменений. У нас каждый играет новый сценарий. Каждая смена дает нам пищу для размышления. Поэтому будем искать разные варианты. Искать ключ победы постоянно. И еще такой момент. Насколько довольны, как ваши игроки идут на пятак? Потому что, ну, складывается ощущение, что туда они очень неохотно идут. Ну, будем над этим работать. Я думаю, что это и есть ключ. Работать на пятаке. Закрывать вратаря. Здорово играет вратарь. Сильный соперник. Нас ждут интересные матчи. Поэтому будем добавлять. Никита Гусев сегодня проводил пятисотый матч в карьере. Забил победный гол. Показал класс этим самым. Что можно сказать о Никите Гусеве? Потому что такой игрок достояния нашего хоккея. Победный гол в карьере мы помним. И есть повод о нем что-то сказать сейчас. Поздравляем с этим юбилеем. С победой. Вносит огромный вклад в победу. Мы работаем над развитием каждого нашего игрока. И стараемся улучшить игру и Гусева. Я думаю, что и он сам понимает, и мы сами понимаем, что он может еще и намного лучше играть. Поэтому мы будем делать все возможное для того, чтобы дать те необходимые инструменты. Для того, чтобы он играл еще лучше в следующих матчах. Чтобы забивал не одно, а может быть и три шайбы. Здравствуйте. Противостояние СКА и ЦСКА это еще противостояние двух молодых амбициозных тренеров новой волны. Вам сегодня удалось прервать рекордную серию вашего визави, стоящую из девяти побед подряд. Ваше противостояние с Сергеем Викторовичем Федоровым может вырасти во что-то такое большое, как, например, в футболе противостояние Пеппа Гвардиол и Мауринья. Ну, для меня это большая честь, что вы сравниваете нас и меня лично с такими великими тейерами, за которыми я много слежу, изучаю их работу. Я с большим уважением отношусь к Сергею Федорову. Я моложе Сергея, поэтому я в свое время играю в хоккей. Я смотрел на его игру, на игру Буре Федорова. Я вырос на этом. Поэтому игра покажет. То, что у нас в хоккее происходит много интересного. Новые методики, новые технологии, новые мысли, свежие мысли, новые идеи. Это же хорошо. Это развитие. Это развитие. И поэтому будем над этим работать. Я думаю, что мы оба работаем тем, чтобы развивать наших игроков, развивать игроков в России, чтобы они развивались, играли и в итоге побеждали на международном уровне. Еще один вопрос. У меня пять побед подряд у СКА со счетом 2-1. Кроме магии цифр, тут есть что-то глубже? Потому что даже посмотреть Олимпиаду, финны выиграли 2-1. То есть финская модель, надежность обороны, умение держать счет. Есть что-то в этом, кроме совпадения простого? Это, знаете, каждая игра сейчас света 0-0. Это тоже магия цифр. Поэтому следующая игра сейчас света 0-0. А то, что касается финской модели, мы берем лучшее отовсюду. Мы постоянно изучаем, смотрим все матчи НХЛ, матчи в КХЛ, матчи в высшей кейлиге, матчи МХЛ. Для того, чтобы черпать что-то новое в нашей работе. У нас своя модель. Своя модель, наша система. Мы ее постоянно улучшаем. То, что, например, было год назад у нас, мы уже это не используем. Что-то, может, используем. Постоянно что-то меняем. Это и есть коучинг, вариативность. Постоянно что-то менять, вносить коррективы. Это не только изменения в составе. Это изменения тактические. Это могут быть изменения индивидуальные. Работа с каждым игроком лично. Это большая работа. И там вот мы говорим, там Никита Гусеву не забил. Но какая была проделана работа всей пятерки в этом моменте. Если мы посмотрим, там была проделана огромная работа. Это выиграть все нейтральные шайбы. Доставить шайбу Гусеву. Это очень большая работа, чтобы это работало. И это наша система. Мы будем постоянно ее улучшать ежедневно. Так мы работаем. И мы очень рады, что это приносит результат. В это же время нет предела совершенству. И мы продолжаем. Сейчас порадуемся. Пять минут все вместе. А потом уже продолжим дальше готовить следующему матчу. Здравствуйте. СК сегодня провел очень хороший во всех отношениях матч. Вот насколько, на ваш взгляд, хватит энергии, силы продолжать действовать в той же манере, в том же, наверное, энергозатратном все-таки стиле? Ну, это тот стиль, в котором мы над этим работали. И мы стремимся так играть. И для этого мы весь год, может быть, даже не один год, мы разрабатывали систему подготовки. Это система физической подготовки, тактической подготовки. Поэтому мы продолжим играть, как мы играем. Только будем улучшать детали. Но в это же время мы не исключаем, что мы будем играть по-другому. Потому что это хоккей. И каждая игра носит свои коррективы. И каждый период, каждая смена. Тут соперник тоже работает. И поэтому мы всегда смотрим по факту. По факту, по ситуации работаем. ЦСКА до сегодняшнего матча был непобедимой командой в этом плей-офф. Свалился у вас какой-то камень с плеч. Стало ли легче? Будет ли в этой команде как-то легче дышать теперь? Вы знаете, без поражений бывает побед. Иногда победа дает много инструментов для того, чтобы можно было корректировать нашу игру. И дальше мы будем работать для того, чтобы продолжать играть в той же манере. Спасибо большое. А можно от меня вопрос?